Как-то частенько бывает с кооперативными играми, мы немного затянулись с обзором на Dungeons & Dragons Dark Alliance от канадской студии 2Q Games. Многие уже успели о ней высказаться в очень, и можно даже сказать, крайне негативном свете. Есть ряд аргументов, которые мы будем разбирать по мере данного обзора. Играли ли полные группы, 4 человека, и наше мнение плюс-минус схоже по данным. Игра начинается с такого вот вступительного ролика, где нам рассказывают немного о тех персонажах, за которые мы сможем сыграть. Глобально завязка заключается в том, что мы должны одолеть величайшее зло, найти осколок, который помутил рассудок многих раз, и мы должны его уничтожить. Потом уже, когда мы более подробно начали изучать лор данной игры, залезли и начали читать вот эти вот скрижали, летописи. И оказалось, что все персонажи так или иначе связаны, пусть и не кровными узами, но родственными узами. И мы с этого успели прямо знатно прорать, прямо как вот в этом моменте. Если говорить про завязку, то она довольно-таки банальная. У нас есть глобальное зло, и по мере прохождения игры мы его побеждаем. Dungeons & Dragons это у нас такой вот экшен-РПГ с элементами какого-то непонятного лутер-слэшера, где мы на выбор можем сыграть за одного из четырех персонажей. В игре у нас присутствует хаб, в котором мы можем прокачивать характеристики, менять стиль одежды и одежду тоже прокачивать. В этом самом хабе мы выбираем задание. Как только мы выбрали задание, перемещаемся на локацию, которая представляет собой такой большой туннель, где по мере продвижения из точки А в точку Б мы будем уничтожать полчища врагов, искать сундуки, в которых будут лежать шмотки. И потом в конце данного уровня мы будем чаще всего сражаться с боссом. Ну а теперь давайте будем разбираться со всеми этими аспектами по порядку и более подробно. Я играл за короля дварфов Брэнер Баттлхаммер, потому что я люблю в РПГшках играть за танков, ну как я думал, что в этой игре он танк. По факту это такая маленькая танкетка, которая семенит ножками, и все ее танкование сводится к тому, что он схлопывается так же, как и остальные игроки, с одного удара какого-то мини-босса. И он даже не наносит урон. Весь его геймплей сводится к тому, что он иногда может прохилить пачку или с помощью ультимейта хоть как-то выдержать один мощный удар. Темыч играл за Вульфгора, короля варваров, который рассчитан на то, что он будет сражаться в мили-зоне, у него есть много АОЕ-способностей, которые позволяют схлопывать пачки. В целом, Темыч был доволен данным персонажем. Леша успел поиграть за всех персонажей, но когда он играл вместе с нами, он играл за лучницу Кэти Бри. И вы бы знали, как он вначале ныл, и то, что и сложно попадать, и то, что он вообще не знает, какой она урон наносит. Но, как это часто бывает с Лешей, на следующий день, когда он уже более или менее погрузился в игру, он уже начал быть топом вообще по всем параметрам в конце каждого из заданий. Очень полезный класс, наносит тонну урона, имеет способность поднять всю пачку разом, имеет схилку, и она крайне мобильная, и способна выносить пачку в соло. Ну и последний-то у нас Кирилл, но не последний по значению. Играл за темного эльфа-разбойника Дриста до Вордена. Очень крутой класс, мобильный, наносит тонну урона в спину, кидается различными какими-то черными пантерами, имеет блинки, и вот на самом деле, если вот я бы тоже выбирал персонажей, то вот вместо бы танка я бы тоже взял себе этого разбойника. И Кирилл был им доволен. Ты же был доволен? Да. И из всех классов мне меньше всего понравился именно тот, на котором я играл. Как я и говорил, невозможность нормально танчить, схлопывается по факту та же, как и все остальные, но он не наносит урон. То есть если все остальные хотя бы плюс-минус наносили там 300-400 тысяч за уровень, я наносил 40. То есть в 10 раз меньше. После того, как мы закончили задание, мы обязаны вернуться в хаб, подбежать к сундуку, в котором нас будут ожидать заветные шмотки, которые мы выбили или из мобов, или из сундуков, или по факту прохождения миссии. Сами эти шмотки делятся по степени их редкости, от обычной до легендарной. Также они делятся по уровням, с первого по пятый. И самое, что вот интересно, что я прям очень сильно люблю в RPG-шках, это шмотки из различных сетов, и вы можете собрать себе фулл сет. Сеты бывают хоть убийцы гоблинов, до сета стойкости к холоду. И все они выглядят по-разному. И вот на самом деле, я прям вот реально обожаю такую вещь, когда, знаете, вы должны продумать все вот ваши характеристики, что вы хотите перед заданием. И когда вот вы даже собираете фулл этот сет, вы еще, помимо всего прочего, за сбор всего сета еще получаете какие-то бонусы, характеристики. Плюс ко всему, вы можете отдельно еще улучшить эту шмотку у торговца с помощью кристаллов, которые вы добываете на задании. У этого же самого торговца вы можете купить себе какие-то расходники и прокачивать эти расходники. Расходники это вот бомбы, поты на увеличение стойкости или на восстановление здоровья. Прокачка осуществляется тоже просто. У нас есть верхняя граница уровней в виде 20 уровня. Вы, как это и бывает чаще всего в РПГшках, прокачиваете какую-либо из характеристик. Они здесь все банальные. Сила, выносливость, ловкость. В общем, весь этот набор. Вряд ли вы сможете себе убить полностью билд, если уж вы совсем какую-то фигню качать не будете. Поэтому особо не парьтесь. Вот те характеристики, которые у вас на максимум в данный момент, вот их старайтесь поддерживать вот на том же уровне. То есть там одна сила, одна выносливость, одна мудрость, как это было у меня. За золото вы можете прокачивать себе новые приемы, которые добавляют некоторые элементы битэмапа, чтобы вы следили за тем, как вы правильно нажимаете кнопки, чтобы вы имели возможность грамотно использовать весь потенциал вашего персонажа. По своему опыту могу сказать, что в принципе будете вряд ли выходить из рамок двух комбинаций. Но сейчас не об этом. И, наверное, второе по смехотворности в этой игре это очко черт. Как мы его назвали очко черта. Эти очки вы можете использовать для прокачки различных пассивных способностей. Увеличение общего запаса здоровья, общего запаса стойкости, какой-либо устойчивости к морозу и вот так далее и тому подобное по списку. Вот мы и подошли, наверное, к самой грустной части в этой игре, где я могу согласиться с комьюнити. Это с боевкой. Многие почему-то обращают внимание на малое количество анимаций. С этим я категорически не могу согласиться, потому что, ну не знаю, они все красочные. Если вспомнить того же разбойника, это вот какие-то баринки пантеры. У меня это какой-то там земляной щит на ковальне. У Тёмыча это огненная кувалда. То есть, в общем, мувсет, он довольно-таки разнообразный. Но всё упирается в кривость анимаций ваших врагов. Потому что вам кажется, что вот вы вот увидели данный момент, к примеру, он замахивается топором влево, вы стоите справа, и, казалось бы, вас никоим образом это не должно касаться, по вам никакой урон пройти не сможет. Но нет, вы складываетесь, вы уже на полу. Чё произошло? Почему произошло? Никто тебе не объясняет. И таких ситуаций в игре тонна. Да, есть анимация блока, анимация парирования. Но из-за того, что враги действуют как-то очень странно и иногда нелогично, ты не можешь правильно предугадать момент, когда ты можешь это использовать. Вот вы стоите, перед вами стоит враг, и вот без шуток, вы можете так простоять секунд 10. Потом он как-то лениво может замахнуться на вас мечом. И вот в этот момент, если вы более или менее, хотя бы можете нажать кнопку в тайм, вы спарируете удар. Но это такая бесполезная вещь, что вы, скорее всего, будете использовать механику кувырка, чтобы уворачиваться от этого урона. То есть парировать и блокировать удары вы не будете. Я, например, пытался блокировать с помощью своего, так сказать, танка какой-либо урон. Вот он ставит щит, его пробивает любой маломальский мини-босс. Я на полу, либо уже мертвый, либо уже вот с 10% хп. Очень невесело, когда есть вот такие вот косяки. Самая моя большая претензия к этой игре, это невозможность использовать свои способности часто. Я играю за танка. У меня есть таунт, он же агро, чтобы я, вот используя способность, на меня пачка мобов должна бежать, и я каким-то образом должен грамотно держать эту пачку, пока мои союзники, Кирилл должен обойти там сзади, потому что у него максимальный урон так, Тёма должен зарядить там свою кувалду, тоже начать раскручиваться, и Лёша тоже с помощью стрел должен что-то там выносить. По факту, как это происходило у нас. Раз в 3 минуты я использовал этот таунт, мы что-то красиво всех уничтожаем, счастливо, через минуту новая пачка, я таунт использовать не могу, и мы разбиваемся на такие маленькие группки. Кирилл сражается вот в этой зоне батл-арены, Тёмыч сражается вот в этой зоне, я сражаюсь вообще в другой, Лёша сражается в четвёртой, и мы что-то все как-то там вот по итогу сражаемся. Никакого командного взаимодействия в такой ситуации не происходит, и это грустно. Можно было бы хотя бы сделать одну способность, которую вы можете использовать постоянно, но как минимум у меня, например, это таунт, чтобы я мог постоянно вот на себя эту пачку крипов агрить. Но, к сожалению, здесь такого нет. То есть, ребят, там реально, даже в том, что вы прокачиваете себе эту мудрость, которую вроде как кулдаун должна уменьшать, вы всё равно не достигнете того уровня, чтобы вы могли, ну хоть как-то, активно использовать эту способность. То есть, вы заходите на баттл-арену, используете все свои способности, пачку и изничтожаете, но постепенно всё равно эти мобы возрождаются на этой же баттл-арене, потому что проходит первая волна, они опять из люков выходят, и всё, у вас же способностей нет, и вы опять разбиваетесь по кучкам. То есть, даже какая бы степень прокачки у вас не была, из-за этой проблемы вы не выходите. Если говорить про босс-файты, то в игре их много, но всё это сводится к банальному «давайте мы сейчас всеми силами навалимся, прожмём все кнопки и уничтожим его секунд за 30». Единственный момент, в котором мне было сложно сражаться с боссом, это когда вот прям под самый конец мы остались вдвоём с Тёмничем, да, проходить игру, и там уже, да, вот надо было и трэш их зачистить, и более внимательно следить за тем, как босс передвигается, какие способности он используется. Когда мы играли вчетвером, мы вообще болт забивали на всё, мы прожимали все кнопки, зергали босса и всё. То есть, это была максимально простая система, как можно убивать этого босса. Локации выполнены интересно, и их любопытно изучать. Помимо основного задания на местности, вы можете выполнять ещё и побочные задания, которые сводятся к тому, что вы должны либо найти какого-то ещё мини-босса, или собрать 10 каких-то коллекционных предметов по типу творских кружек, уничтожить 4 колонны, найти 5 светильников, уничтожить 10 стоек оружия гоблина. Не обязательно к выполнению, но если вы уж прям совсем доточная группа, то можете это сделать. Самое интересное, это решать какие-то головоломки на местности, найти рычаг, который лежит в другой части локации, подбежать, ставить рычаг, пройти по каким-то территориям, где постоянно вылезают шипы. В принципе, интересно, но самый большой минус у этой механики заключается в том, что зачем-то они сделали, что все люди должны двигаться общей пачкой рядом с хостом. То есть, игрок не может убежать далеко от лидера группы. И у нас происходило тонну ссор, тонну каких-то претензий друг к другу, что кто-то играет не так, как кто-то другой хочет. Потому что, допустим, мы вдвоём с Кириллом хотим пойти налево, Тёмыч и Лёша хотят пойти направо. По итогу мы срёмся, и либо если там победил какие-то аргументы, что мы идём направо, либо мы идём налево, все остаётся по итогу недовольные, или же начинается какой-то вообще симбиоз того, что как-то через костыли он убегает на 20 метров вправо, пытается открыть этот сундук, я пытаюсь подбежать к нему, чтобы его туда не выкинуло. Потом мы подбегаем туда вот влево, чтобы не выкинуло этих. И по итогу какого-то такого глобального удовольствия ты не получаешь. Я понимаю, что решение этой проблемы больше направлено в сторону того, что есть и неполные группы, и вы можете попасться с рандомами, и тогда, да, вот если ваш хост как бы будет куда-то убегать, то вы будете перемещаться рядом с ним, чтобы хоть как-то поддерживать, да, вот это вот состояние общей группы. Но на мой взгляд, можно было бы хотя бы для, вот если у вас ваша общая пачка, иметь возможность выключить это, чтобы, например, вот он хочет исследовать левое крыло локации, дай бог ему здоровья, пускай он бежит, уничтожает эти пачки, что-то там исследует. Нашел что-то интересное, он все равно призовет друзей, он скажет, ребята, я тут что-то интересное нашел, и всех к нему, естественно, прибег, потому что на интересное всем интересно поглазеть. А когда там он просто пошел влево, там ничего интересного нет, и что толку, чтобы мы все пошли туда влево, потому что там ничего интересного нет, мы просто потеряли бы время. И вот из-за таких вот вещей вы постоянно сталкиваетесь с каким-то негативом в исследовании. И вот это вот минус. Когда мы проходили игру на стриме, многие подписчики отмечали, что игра стилистически похожа на игры по властелину колец. И я склонен с этим согласиться и даже еще бы добавить, что мне напомнило Dragon Age Origins в хорошем смысле. Локации красивые, красочные и разнообразные. Но почему-то комьюнити решила, что игра какая-то не такая технологичная для 2021 года. Но я нашел два аргумента, которые я считаю объективными. Первый аргумент это то, что эта игра со старта была в подписке Xbox Game Pass. А что это значит? Это значит, что игра должна хорошо работать на всеми нами любимой Xbox One. И если она там работать будет плохо, естественно в Xbox Game Pass ее не пустят. То есть это первая причина, почему игра должна как минимум не выглядеть прям с артистом и с чем-то подобным. И второй аргумент, который более еще накидывает объективность во все это происходящее. Это то, что это кооперативная игра. И какова вероятность того, что у вас внезапно все друзья, в том числе и вы, обладаете какими-то сверхмощными компьютерами, чтобы вы могли вот так вот с удовольствием поиграть в какую-то новую кооперативную игру. Я думаю, что такая вероятность крайне мала. И задача разработчика сделать так, чтобы игра могла пойти даже не на самых мощных ПК. Темыч, например, играл на высоких настройках в эту игру на 2-гигабайтной видеокарте. И вообще горя не знал. И поэтому в целом можно сказать, что игра хорошо оптимизирована под все виды платформ. Что в наше время большая редкость. Также хотелось бы отметить, что мне в игре колоссально понравилась музыка. Давно я уже не слышал такого качественного эмбиента еще со времен Ассасинской Тварьгала. До покоя ее душу в господи. Понятно. Багов я лично прям таких вот глобальных не наблюдал. Пару раз Леша завис в воздухе. Но есть один баг, который поджигал седалищный нерв абсолютно всем. Потому что у нас у каждого по разу такое случалось. Это проблема с поднятием предметов в игре. У меня наверное локации 3, когда я не мог вообще просто нажать на подбор предмета. То есть я вижу, я нажимаю на букву Е, все подняли этот предмет. Я его поднять не могу. У Кирилла бывал такой момент, что у него просто улетала шмотка за текстуру. И он ее поднять не смог. Эта проблема я надеюсь, что скоро решится. Но в плане чего-то такого глобального все еще существует проблема именно с сетевым режимом игры. У нас один день вообще улетел из прохождения. Потому что мы не могли из-за серверов банально подключиться друг к другу. Также Леша просил меня отметить такой факт. Потому что я не играл в быструю игру, как это делал Леша без нас. Он говорит, что существует такая большая проблема для новичков. Что если ты хочешь играть за какой-то определенный класс, вас постучают в какой-то группе. Если ты, например, не хочешь брать условного гнома, бренера, батлхаммера, то тебя чаще всего кикнут. На самом деле это большая проблема. Но мне кажется, что все-таки как-то странно рассчитывать на какую-то адекватную пачку в рандомах. Потому что все будут смотреть, а на уровень твоего шмота рейтинговой системы в игре, естественно, нет. Там прохождение чего-то. Поэтому люди будут выбирать вас по принципу того, что нам нужен танк. Потому что все почему-то думают, что бренер батлхаммер это какой-то офигенский танк. И если ты не танк, то тебя кикнут. И если ты русский, тебя тоже кикнут. Потому что Леша, когда залетел в один из своих родов, что-то попытался сказать на английском. Поняли, ребята, что он русский и просто кикнут. Поэтому комьюнити тоже бывают токсичные. Нельзя сказать, что сюжет в этой игре какой-то прям сверхзамысловатый. На самом деле это, как я и говорил, банальный сюжет о победе добра над злом. Что порадовало? Это большое обилие кат-сцен с юмором причем. То есть вот мы много ржали во время того, как мы просматривали все эти кат-сцены. Я вот реально не хочу вам ничего спойлерить, потому что это интересно увидеть самим. Там есть и отсылки на Терминатор. Там есть туча просто отсылок ко всем каким-то таким популярным вещам в нынешнем мире. Поэтому для самих себя будет интересно за этим понаблюдать. Сам метод представления сюжета это такой некий альманах, где у нас есть несколько глав, в котором есть по три акта, где нам рассказываются о том, как наша правая группа спасала долину дварфов от настигнувших их бед. Будь то нашествие гоблинов, проблемы с вербигами или с ледяной драконьихой под конец. Каждый раз, естественно, мы побеждаем, наблюдаем какую-то кат-сцену. И самое, что ценное вообще во всем этом сюжете, что ты не напрягаешься. Потому что есть там, знаете, последние какие-то сюжеты, где там пройное дно. Здесь все достаточно прямолинейно, тупо и от этого весело. Также хотелось отметить, что меня прямо удивило, что во время того, как вы находитесь на задании, ваши герои постоянно переговариваются. Что-то другу рассказывают. Рассказывают о событиях, которые у них происходили когда-либо в жизни. Даже ваши враги обсуждают какие-то события, которые происходили во время предыдущих событий. И в целом это прямо так хорошо влияет на погружение в мир. Давно тоже такого не наблюдалось. И за счет этого вы чувствуете, что мир живой. Да, у игры есть проблемы с боевой системой. И есть моменты, которые вас будут напрягать и раздражать. Я же могу сказать, как вот все мои друзья-товарищи, которые играли в эту игру. Мы получили большую дозу удовольствия, проходя эту игру. Да, сюжет не сказать, что прям какое-то прям вау, что-то прям из разряда того, что вы будете пересказывать своим детям и внукам спустя 20-30 лет. Нет. Но самое ценное качество у Dungeons & Dragons Dark Alliance, это то, что она не требует себе какого-то особого отношения. Вы просто уставшие, пришли с работы, собрались в группу и спокойно проходите данную игру. От меня она получает 6,5 баллов из 10, и не надо думать, что это прям какая-то сверхплохая оценка. Нет. Это хорошая, крепкая оценка для хорошей, крепкой игры. И если они поправят проблему с боевой системой и кривыми хитбоксами, то можно поднимать оценку до 7,5 смело. Продолжение следует...